Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Доброе утро. Доброе. Что, на завтрак? Печенье. Мое приготовление. Опять трубку не берут. Семен Кузьмич, давайте я вам чаю с мятой заварю. Успокойтесь, поспите. Да некогда мне спать. А еще в управление заехать. Валентин, а я тебя прошу, ну что ты, что я тебе должен все объяснять? Да, наверное, мы сильно давили на Диму. Это я его разбаловал. Он бегал у меня в любимчиках. Вот и добегался. Надо было быть с ним построже, как с тобой. Ларочка. Что с тобой, доченька? Вы ведь единственная, кто называет меня доченькой. А папа никогда. Лариса, милая, редко дочь и никогда доченька. Марочка, просто мужчины не умеют проявлять ласковых чувств. Ну, Димку же он называет сыночку. И вы знаете почему. Потому что меня он никогда не полюбит так, как родного сына. Потому что я всего лишь приемная дочь. Всего лишь дочь погибших друзей. Нет, нет, ты ошибаешься, девочка моя. Ты что? Тебя удочерили в годовалом возрасте. Растили, как родную. Да все тебя любили. И покойная мама, и папа. Лар, ему просто сейчас очень трудно. Ему нужно помочь, поддержать. Ну, разве я его не поддерживаю? Разве я не стараюсь? Стараешься, стараешься, девочка моя. Я вижу, я знаю. Мне у тебя так хорошо. Так бы целый день никуда не уходил. Ну, и оставайся. Сколько тебе будет угодно. Ты что, хочешь, чтобы я остался? Да хватит. Хватит, мне надоели твои шуточки. И тон твой идиотский тоже надоел. Да ладно, ты что, Ир? Я же не хотел тебя обидеть, правда? Да хватит. Слушай, ты обращаешься со мной, как с вещью. Хочешь, пользуешься. А не хочешь, забрасываешь куда подальше. Слушай, ладно, успокойся, это не так. Слушай, я только и делаю, что жду твоего звонка. Что у нас за отношения? Я не понимаю. Объясни. Хорошо, послушай, я тебе правду скажу. Я никогда не женюсь. Даже на Наташке? А при чем здесь Наташа? А при том, что я все знаю. Мне Лариса сказала. Да это так, у нас есть сын. Она мне не безразлична. Все еще хочет, чтобы я остался? Ты не любишь ее. Потому что если бы ты любил, ты был бы сейчас не здесь, а с ней. Так что, давай завтракать. Наташенька. А? Ну-ка, давай поешь. Садись, пока чай не остыл. Анна Петровна, я не успею. У меня следующий клиент через пять минут. Твой клиент подождет. А ты, если не будешь есть и отдыхать, ты же просто загонишь себя. Ведь самое хлебное время – это вечернее и утреннее. Ко мне клиент приходит до работы и после. А когда есть клиент, будет что отправлять брату и отцу в перетоп. Ой, я тебя прекрасно понимаю. Скучаешь по ним? Да, очень. А когда отцу скажешь о внуке? Не знаю, пока. Ой, привет, привет. А я могу поговорить с братом? Конечно. Проходи. А ты молодец, подруга. Я смотрю, у тебя все получается. Поздравляю. Мы любим друг друга. Когда же свадьба? Пока не знаю. Но ему уже нужно закончить институт. Молодец, правильно. Если Дмитрий тебя любит, то, значит, он прислушивается к твоему мнению. Ему не все равно, что ты хочешь. Конечно. А ты попроси его, чтобы он, наконец, перестал прогуливать занятия и сел за диплом. Вот если он это сделает, я поверю, что он тебя любит. Ты поверишь? Ну, не только я. И отец, и вообще все. Папа сразу выйдет к вам с караваем и со святыми образами. В смысле? Благословит на брак с Дмитрием. А? Передай Диме, что я приходила, хотела его проведать. Поняла, что все хорошо. Обрадовалась и ушла. Хорошо. Кто приходил? Сестра твоя приходила. Спрашивала, как ты. Что, скандалила? Собиралась. Хотела тебя отругать. А я ей сказала, что ты сегодня пойдешь на занятия. Угу. 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 А я еще пойду на занятия? Угу. Ну, как хочешь. Если ты пойдешь, то ты умный. Так. Сильный. Ответственный мужчина. Угу. А если нет, то я болтушка. Угу. Ты умеешь формулировать. Угу. Ну ладно, в институт меня подвезешь. В больницу. У меня сегодня практические занятия. Угу. 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 Дорогие друзья, был в управлении здравоохранения, где получил телеграмму от министра, в которой он сердечно благодарит вас за то, что вы помогли приобрести для нашей детской клиники столь необходимое оборудование. Благодарим вас. Прошу вас, переведите, пожалуйста. Леонид Министерства Сентяи envoie телеграмму, в которой он вам благодарит за вашу праздничную в менеджмент новой клинике для зампан. Лера. Ты чуть не сорвал презентацию. Да. Ты знаешь, потому что я глазам своим не поверил. Честное слово. Ну, никак не ожидал тебя увидеть. Да? Я даже не мечтал об этом. Ну, вот жаль, что ты не мечтал. Знаешь, Лёна, честное слово, ты ничуть не изменилась. Ой, да ладно. Да-да-да. Такая же, как тогда. И ты такой уж, как тогда. Ну ладно. Как мальчишка. Ну, конечно, стал солиднее. Возмужал. Посидел, побелел. Но глаза такие же. Лена. Угу. Расскажи мне о себе. Ну, что рассказать. Я вышла замуж за французом. Он был дипломатом. Мы объездили полмира. У нас... У нас дочь родилась. А. Потом он уже умер, и... Я вернулась в Россию. Вернее сказать, мы вернулись дочери. Понятно. Давай выпьем? Ну, конечно. За встречу. За встречу. Так, дела плохи. Везите, готовьте ее к операции. Что произошло? ДТП машина сбила. Фронтальный удар. Вот документы. Оформили на месте происшествия. Вообще, множественные переломы и внутренние кровотечения. Ясно. Попытаемся вытянуть. Братуха, готовьтесь, будете ассетировать. Желаю тебе удачного дня. Ну, я побегу. Угу. Угу. Так, понятно. Везите, да, ждем. Девушка! Девушка! Посторонним туда нельзя. А, я не посторонняя. У меня здесь брат работает. Его зовут Александр Братух. Мне он нужен по срочному делу. Девушка, брат или не брат, это вы разберетесь дома. А здесь больницы. А почему вы мне хамите? Позовите мне моего брата. Интерна Братуха. Вашего Братуха тут нет. Он в травматологии на третьем этаже. А вход для посетителей в другую дверь. Угу. Почему прежде, чем ответить на вопрос, нужно нахамить? Что за люди? Здрасте. А где я могу найти интерна Александра Братуха? Пожалуйста, закройте дверь. У нас пятиминутка. Черт. Ир, ты чего тут? Ой, я как раз тебя ищу. Мне нужно с тобой поговорить. Что случилось? Я должна тебе сказать кое-что очень важное. Давай потом. Я прошу. У меня сейчас операция. Привезли тяжелую женщину. После аварии. Она в тяжелом состоянии. В очень тяжелом. Мы пытаемся ее вытянуть. Я ассистирую. Не чаю. А когда ты освободишься? Не знаю. Саш, я тебя буду ждать в ресторане. Ладно? Ладно, ладно. Это очень важно. Хорошо, я приду. Угу. Больно? Да. Вот здесь и здесь? Да, да, да. А скажите. А скажите, вы в последнее время ангиной или гриппом болели? Ну, было дело месяца два назад. Так, вы знаете, это похоже на миозит. А что это такое? Это воспалительное поражение скелетной мускулатуры. Это опасно? Ну, все опасно, если не лечить. А откуда оно берется? Ну, разные причины бывают. В том числе, как осложнение после гриппа. А почему вы думаете, что это... Как оно? Миозит. Ну, да. Да у вас симптомы совпадают. Так, а что мне делать? Я вам помогу. Вставайте. У меня был клиент с точно такой же проблемой. Ему помогло. И думаю, вам тоже поможет. И обязательно продолжим точечный массаж. Хорошо. Сейчас, секунду. Сюда, сюда, сюда. Быстрее. Здравствуйте. Значит, это приемное отделение. Руками здесь ничего не трогайте. Я скоро приду и все вам объясню. Понятно? Присаживайтесь вот сюда. Да, пожалуйста. Все. Здрасте. 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 Быстрее везите. Девушка, быстренько. Ему плохо стало. Что вы сидите? Помогите. А ну, потрогайте его лоб. Да, он будет гореть. Температура повышенная? Да. Так, повышенная температура, характерная сыпь, тошнота. Это лихорадка эбола. И что? 100% летальный исход. Сейчас у него пойдет кровь из души и пена со рта. Как летает? Я за инфекционистом. Я пойду доктора поищу. Хорошо, я... Слушай, ты что, пил, что ли? Марик Кузьминович, тут человека надо срочно, в общем, на промывание отправить. И Степанова надо позвать врача. Давай, быстрее, быстрее на промывание. Хорошо, доктор. Максим, ну давайте. Коллега, стойте. Стойте. Сядьте. Саша, послушайте мне. Мы с вами не виноваты. Максим Леонидович, возможно, мы не все сделали. Мы с вами сделали все. Мы сделали все возможное и невозможное. Почему тогда все так? Почему? Ну, вы же сами видели. Аневризма. Это помимо травм, полученных при ДТП. Этого никто не мог предвидеть. Привыкайте, коллега. К сожалению, не все пациенты остаются живы. Особенность нашей работы. Что вас интересует? Здравствуйте. Мне нужен воск и прополис. Есть и то, и другое. Сколько вам? Воск и 200 грамм. Я у вас брала, мне очень понравилось. Конечно. У нас же своя пасека. Приятно, что вам нравится. Спасибо вам, доктор. Нет, ты что? Да нет, нет, ты что? Ты посиди еще, отдохни спокойно. Ты вообще в курсе, что тебе пить-то нельзя? Знаю. Но они пристали. Говорят, раз не пьешь, то либо больной, либо сволочь. Ты что, серьезно, что ли? Да. Ну, ты же взрослый человек. Уже научись говорить нет-то, ну? С моего чистая. Так, кто сказал лихорадка Эбола? Я. Двойка. Промывание сделали? Да. Молодец, Форошил. Идемте со мной. Счастливо. Ты помнишь, как ты влез ночью ко мне на балкон и в зубах держал букет цветов? Конечно помню. Руки у меня были заняты. Вот я и... А еще я помню, что вместо тебя на балконе меня встретил твой папа. Да, и ты вручил ему цветы. Растерялся. Да. Растерялся, надо было что-то делать. Вот я и вручил. Папа твой был странным человеком. Я думаю, если бы не он, то мы были бы мужем и женой. Нет, я не думала, что дело в нем. Да нет, в этом. Твои родители хотели видеть тебя переводчиком, замужем за дипломатом, и я, военный врач, их не устраивал. Ну, это ты и ты... Ты просто не захотел бороться за наше счастье. Ну, почему же не захотел? Я поставил целью в жизни соответствовать полностью любимой женщине. Сделал карьеру. Стал состоятельным человеком. Правда, когда... Когда все это произошло в моей жизни, моя любимая женщина была уже замужем за дипломатом. Пас, уже где-то здесь был, по-моему, наш фонтан. Пойдем? Я всегда поражался твоему умению уходить в другое русло. Ну, как же ты хотел? Я же... Я же все-таки жена дипломата. Ну, вот, промыли раствором пищевой соды, и я на всякий случай активированный уголь дал еще. Уши растер. Уши? Зачем? Ну, как зачем? Чтобы обеспечить приток крови к голове, чтобы пациент скорее пришел в себя. Так, отлично. А что рекомендовали? Рекомендовал питье. Побольше питья, лучше с медом. Он выводит токсины. Мед? Ну, да. Ну, то есть не совсем мед, а фруктоза, которая в нем находится. Все, все правильно сделали, коллега. Кстати, вы определились со своей специализацией? Ну, если это терапия, я буду очень рад вас видеть в своем отделении. У вас определенно есть способности. Спасибо. Я, правда, не определился еще со специализацией, но я подумаю. Думайте, думайте, Ворошилов. Думать это очень важно, особенно на работе. Это счастье, что пациент оказался именно у вас. Потому что, если бы все пустили на самотек и ждали бы инфекциониста, то парень бы точно не выжил. Так что поздравляю вас, коллега с плачином. Вы спасли жизнь человеку. Спасибо. Это очень важно. А если не человек спас? Ой, Наташка, ой, кудесница. А ты знаешь, а мне ведь действительно легче стало. Вот такое чувство, что сейчас возьму, да как взлечу. Ну, погодите, взлетать. Давайте чаю попьем, а потом взлетайте. Слушай, Наташа, ну, а дальше что было? А я дала ему от ворот по ворот. И сказала, что он не получит Андрея. Вот это да. Про такое даже в книжках не прочитаешь. А я дала ему от ворот по ворот. И сказала, что он не получит Андрея. Вот это да. Про такое даже в книжках не прочитаешь. Жизнь самый талантливый писатель. Интересно, где я здесь могу купить констовары. И повышение работоспособности мозга. И на спирту. Только в лечебных целях по 20 миллилитров до еды или наружно, как растирание. Покупайте бады с ночи до зари. Давай, собирай все это мракобистие свое средневековое и уходи, иначе я милицию вызову. А знаете что? Вы видите себя как типичный официальный представитель имперской медицины, объявившим монополию на все здоровье ваших сограждан. Более того, вы не признаете мудрость веков и опыт накопленный человечеством. Ты чего несешь-то? Опыт я как раз признаю. Тот, который сын ошибок. Ко мне вам пациента привезли, который такой дрянью выпил, чуть не помер, ее еле откачали. Давай, уходи, говорю. Доктор, а может, презентик? А может, это взятка при исполнении? Я тебе сейчас сам этого ужика в отру понял? Да тихо, все спокойно, коллега. Чего вы нервничаете? Я уже ухожу. Сворачивайся, говорю. Все, собираюсь, собираюсь. Смотрите, раз, два. Поменьше слов, побольше действий. Давай. Все. До свидания. Счастья вам. Тебе не хворать. Козел. Саша, ну, наконец-то ты пришел. Хочешь обедать? У нас отличная уха и судак по-московски. Нет, я не буду ничего. Ну, тогда, может быть, бокал вина? Или что-нибудь покрепче? Я ничего не буду, спасибо, правда. Иди. Что случилось? Та женщина умерла. Какая женщина? Ту, которую мы сегодня оперировали и ассистировали. Ах, да. А почему она умерла? Потому что, когда машина сбивает человека фронтально, даже при скорости 60 км в час, это, как правило, смертельный исход. Этот урод, представляешь, мчался 100 км в час. Саш, ну не расстраивайся ты. Я уверена, что ты сделал все, что от тебя зависело. Прости, ладно. Проехали, давай. Ты о чем хотел поговорить? Скажи, тебе Димка дорог? Ну, естественно, он мой лучший друг. У меня для тебя важная новость. Я люблю твоего друга, а он любит меня. Ты уверена, что он тебя любит? Ты про Наташу? Так я все про нее знаю. Я думаю, это несерьезно. Ну, я бы не был так категоричен. Знаешь что, ему нужно помочь, остепениться, получить диплом. Вот скажи честно, если бы у тебя не было Богданы, ты бы так хорошо учился? Ну, я не знаю. Ну, вообще, любовь стимулирует к работе. Вот. Любому успешному мужчине нужна женщина. Димке тоже такая нужна. И это я. Да, Ир, он любит Наташу. Может быть, он совсем и до конца не понимает этого. Но он ее любит искренне. А я люблю его. Ну, так люби. Люби, но не требуем чего взамен. Это почему? Потому что он любит Наташу. И он никогда не будет с тобой. А я надеялась, что ты меня поддержишь. И мы вместе с тобой разработаем план действий. Извини, сестренка. Ир, ну, послушай, правда. Ты никогда не будешь его музой. А тем более жена. Подумай. Извини. Ой, господи. Грехи мои, тянки. Это моя девочка, какая же ты тяжелая. Так. Ну, с приездом. Домой. Хотела я купить туфли. Но купила тебя. И ни минуточки об этом не жалею. Потому что нас с тобой ждут великие дела. Мы войдем с тобой в историю мировой литературы. Это я тебе обещаю. Как назвать, Роман? Любовь и кровь. Банально. Нет. Нанесенной любовью. Любовь и предательство. Да. Это оно. Любовь. И... с маленькой. Три. Да. Три. Су. Три. Два. Сильно. Алло, Аня. Здравствуй. Аня, зайди ко мне сегодня вечерком. Разговор есть. Не, ну и чай, конечно, само собой, да. Жду. Ну, наконец-то. Лариса дома? Во-первых, здравствуйте. Так, дома или нет? Дома. О, Ирина, привет. Валентина Степановна, налейте Ирине кофейку. Ты знаешь, Лариса, я подумала и решила. Я возьмусь за Дмитрия и сделаю из него человека. Как ты думаешь, Наташа, это серьезная проблема? Наташа? Наташа вообще не проблема. Никогда Дмитрий на ней не женится. Так что у тебя все получится. Ты знаешь, по-моему, мне пора входить не только в жизнь Дмитрия, но и в его мир, который его окружает. Поэтому я сейчас поднимусь к нему наверх и наведу там небольшой порядок. Может, не стоит? Почему это не стоит? Я вытираю там пыль и мою полы уже много лет. Но к своим вещам Дмитрий прикасаться не разрешает. Ну, это вам нельзя прикасаться к его вещам. А я могу делать все, что мне заблагорассудится. Поэтому я сейчас пойду, поднимусь к нему в комнату и у него начнется новая, другая жизнь. Так. Я спущусь через полчаса. Сделайте ко мне пока кофе. Ты хорошо подумала? Лариса, это же часть моего грандиозного плана. Иди, иди, иди. Ой, сразу видно, что здесь живет одинокий мужчина. А это что такое? Это она? Да. Давай порвем. Ты что, с ума сошла? Лажа где взяла? Динку узнает, убьет. Да, ты знаешь, у меня хорошие дети. Я не скрою, я горжусь ими. А давай-ка я тебя с ними познакомлю. Давай. Приходи к нам завтра на ужин. Придешь? Конечно, приду. Представляете, ехал сейчас на автобусе. Это так прикольно оказывается, я никогда не ездил на общественном транспорте. Очень хорошо, что вернулся. Вот помиришься с отцом, снова будешь на машине ездить. У нас что, гости, что ли? Да. Господи, да мои родители помогут Диме. У них такие связи в Лос-Анджелесе, Лондоне, Барселоне. Он будет оперировать голливудских звезд. Кто это там заботится о моем будущем? Так, кто тут строит планы на мое будущее? Я. А ты что, на занятиях был? Да, я был на занятиях. И я даже сегодня отличился. Ух ты. Я спас человеку жизнь. Представляете? Ух ты. Меня даже Степанов похвалил. Вы даже не представляете себе, что за счастье, когда спасаешь человеку жизнь. Значит, ты больше не будешь прогуливать занятия. И у тебя с учебой проблем, то есть у нас больше не будет. Мои проблемы – это мое дело. Но пока мы вместе, твои проблемы наши общие. Нас пока нет. Мы только рядом. Это не одно и то же. Ключевое слово «пока». У нас еще уйма времени, и мы будем вместе. Так что давай, иди переодевайся, и мы будем ужинать. Валентина Степановна, накрывайте на стол. Ирочка, команду накрывать на стол дают только хозяева дома. Прости. Я так привыкла командовать у тебя в ресторане. Ты не беспокойся. Мы, когда с Димкой поженимся, мы здесь жить не будем. Какого черта? А? Кто посмел? Кто разрешал это делать? А ну-ка признавайтесь, кому руки оторвать? Кому руки оторвать, я спрашиваю, кто в мою комнату в лес и мои вещи трогал, а? Я сказал, никому не трогать мои вещи. Я говорил... Мы погуляли, и он соснул. Хорошо, что уснул. А мне тут немного осталось, закончить надо. Ага. А что так мятой пахнет? Ты чай сделала? Нет, это не чай. Это мазь. Просто в нее ментол входит, и я для клиента с миозидом сделала. Клиенты, клиенты. Наташа, ты вообще не отдыхаешь. Не дышишь свежим воздухом, не гуляешь. Так нельзя. Я почему не гуляю? Я сегодня на рынок. За воском бегала, потом в аптеку за ментоловыми таблетками. Вот погуляла. Ну, это же не прогулка, это же командировка. Гулять-то ведь надо с удовольствием. Не спеша. Да. Хорошо, убедила. Завтра пойду гулять вместе с вами. Да? Ура! А ее есть можно? Ну, теоретически, да. А так я бы не советовала. Ну, пахнет. Дим, ну прости меня, пожалуйста, я хотела как лучше. Я же не знала, что ты так отреагируешь. Короче, послушай, Ир. Я установил границы своего личного пространства, понимаешь? А ты их нарушаешь. Ты никаких прав на меня не имеешь, ясно? И у тебя не будет никогда этих прав. Что ты придумала себе? Ну, я думала, мы встречаемся. Мы встречаемся, и все, это все. Я думала, что... Ну, не надо думать. Езжай домой, пожалуйста. Черт. Аня. Я должна тебе сказать одну вещь. Только это пока тайна. Ты же меня знаешь, я никому. Говори. Я начала писать роман. Роман, основанный на реальных событиях. Главную героиню зовут Наташа. А героя – Дмитрий. Роман будет называться «Любовь и предательство». «Любовь и предательство». И что, ты уже что-нибудь написала? Да. Начало. И сейчас я тебе его прочту. Жизнь Наташи изменил Дмитрий. Он дал ей ребенка, но пренебрег им. Поэтому никогда его не получит. Ты талант. Только тебе не кажется, что это больше похоже на финал, чем на начало, а? Ты права. Правда? Да, пусть будет финал. Угу. А к нему я припишу все остальное. Ты молодец. Тебе правда нравится? Мне очень. Ты потом мне подпишешь первый экземпляр? Конечно. Ты же мой друг. Ты сегодня какой-то особенный. Да? В смысле? Ну, как будто помолодел лет на двадцать. Я тебя раньше таким не видела. Да? Ну, видишь ли, сегодня я встретил одного замечательного человека. Можно сказать, подругу юности. Какую подругу? Ее зовут Елена. Мы не виделись больше двадцати лет. Она переводчик, работала во Франции. И вот сейчас приехала, выглядит просто замечательно. А она замужем? Нет, она вдова. Смотри, папа, аккуратно. Любви все возрасты покорны. Дурачок. Что ты понимаешь? Такие люди встречаются очень редко. А ты пригласи ее к нам в гости. Да, я ее уже пригласил. Да, и завтра она придет к нам на ужин. Так что прошу всех быть дома. Уже ли та самая Елена? Мне мама про нее рассказывала. Кажется, она была твоей невестой. Ну, еще до мамы. Да, это правда. Ну, а что, получается, ты маму не любил? Ну, с чем ты так говоришь? Я любил маму. Я любил ее больше жизни. И сейчас продолжаю любить. Просто Елена была первой любовью. А первая любовь не забывается. Ну, это только твой опыт, папа. Да нет, дорогой мой. Это мировой опыт. Хорошо? Так я не помню, что у вас с Ириной-то? Да ничего у нас с Ириной. Чего ты пристал-то, ну? Меня Ира не интересует ни как невеста, ни как жена, ни как девушка. Вообще не интересует меня, понимаешь? У нее ноги красивые. Ноги хорошие. Да? Это тебе повезло? Чем это мне повезло больше, чем тебе? Тем, что ты влюбился в девушку своего круга. А я влюбился, вон, в уборщицу. Перевыгребаю это. Ребят, привет. 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 Я ее бросила на меня перевидеть. Не хочет вы все хорошие, я плохой. Вот и все. Мы сегодня закончили. Наносите мазь перед сном на ночь. И приходите, через два дня мы посмотрим на эффект. Я уже сейчас чувствую эффект. Боли почти нет. Спасибо большое. У вас золотые руки. Спасибо за комплимент. И, пожалуйста, не пропускайте сеансы. Я понимаю, что у вас работа, но здоровье ведь важнее работы. Правда? Правда. Спасибо вам большое. Возьмите. Это вам. До свидания. Я у вас через два дня. До встречи. До свидания. Привет. Привет. А я вообще-то за тобой. Садись, довезу тебя до дома. Пока своей машины у тебя нет. А у меня уже есть своя машина. Да? М-м-м. Прости, не знала. Ладно, я устал. Мне домой пора. Дим, вообще-то я с тобой поговорить приехала. Слушай, серьезно. Меня дома ждут. Опаздывать нельзя ее. Я не отниму у тебя много времени. У тебя прекрасный дом и красавица дочь. Спасибо. Спасибо. Мне очень приятно. А ваша дочь чем занимается? Оленьке 18 лет. Она будущий педагог. Кстати, почему ты ее с собой не взяла? Я бы хотел познакомить ее с детьми. Ну, Оля проблемы с сердцем. Она вынуждена соблюдать режим, принимает лекарства. Поэтому по вечерам обычно дома. Вот он что. Нужна операция? Наш врач не уверен, что она поможет. Понятно. Ну, а где же Дима? Ты же обещал познакомить с ним. Я бы... Я бы сам хотел знать, где сейчас Дмитрий. Лариса, Дима не звонил? Нет. Но все равно, большое спасибо. Наверное, у Дмитрия довольно веские причины, чтобы отсутствовать сегодня за этим столом. Может быть, какие-то дела в больнице. Наверняка. Давайте выпьем. Давайте. Выпьем за встречу. За встречу. Я тебя очень рад видеть. Займу. Слушай, я приехала наладить наши с тобой отношения. Ты вообще в курсе, что отношения людей – это двухсторонние движения? Да. Я не хотел бы продолжать наши двусторонние движения. По крайней мере, сейчас. Ты ведь не хочешь сказать, что у нас нет отношений? Нет, я так не говорю. Просто... В общем, я делаю паузу. Я поняла. Ты просто наигрался. И для тебя я просто вещь. Это все из-за нее, да? Из-за этой грязной поломойки Наташки? Не смей только о ней говорить, ясно? Ты ногтей не стоишь. Все, что связано с Наташей, касается только ее и меня. Дим, подожди. Дим, ты куда? Стой! Что я сказала? Это она? Да. Давай порвем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Черт, мой мой. Хочет. Ну, как вы тут? Ну, ты где ходишь? Мы уже одеты и готовы к прогулке. И нам жорк. А вызов на дом был. У клиента радикулит до кабинета массажного не дошел. Хороший мой. Соскучился. Да. Жарко ему. Соскучился. Сейчас гулять пойдем. А что этот с радикулитом-то? Да ничего, жить будет. Ну что, пойдем? Вы идите, я вас потом догоню. Только сумку свою возьму. Да, хорошо. По дворе тебя ждем. Давай. Андрюша, не плачь. Сссс. Когда машина сбивает человека фронтально, даже при скорости 60 км в час, это, как правило, смертельный исход. Андрюша. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон